К 75-летию Великой Победы Поющий батальон Никто не забыт, ничто не забыто Еще один коллектив, который заглянул в нашу студию Бабкины внуки, известны по всей стране своими народными, душевными песнями Вот сзади ребята сейчас настраиваются Володя, если косло, для наших телезрителей и радиослушателей Всем большой привет, с наступающим праздником, Днем Победы Здоровья и добра Уважаемые друзья, в эфире 3.2 радио, телеканала Брянская губерния Коллектив Бабкины внуки Первый вопрос к коллективу Ребята, вы же абсолютно все кокинские Наверняка, я уверен, вы знаете историю Кокина Скажите, что ваши семьи, ваших родных, ваших близких связывает с Великой Отечественной войной? Для нашей земли, конечно, это радость победы в первую очередь Потому что все-таки наша Брянщина родная, она несколько лет была под игом фашизма Да, очень много людей было убито, очень много деревень сожжено Но много людей было угнано туда, на запад, в Германию, в рабство Узники фашизма еще до сих пор живы, часто рассказывают нам Мы, кстати, с ребятами бываем и в домах престарелых И встречаемся там со стариками И однажды к нам подошла маленькая такая, маленького роста бабушка Вот, сколько ей лет там, ну очень много уже лет И у нее на руке, она показывает нам руку Такая рука худенькая, старенькая бабушка И там номер Вот, она говорит, вот я уже стояла в очереди на сжигание И вот, и нас освободили Вот она как раз таки была узником Освенцима Вот эта бабушка, и мы, конечно, со слезами на глазах Да, всегда приезжали и пели песни Ну и сегодня для нас победа Это память в первую очередь, это гордость за то, что мы победили И, конечно же, нужно рассказывать всем Своим детям, своим внукам Правду, как это было И еще у меня такой вопрос Сейчас много в прессе Говорят о том, что часто изменяется история Искажается история в странах Европы Вы, как коллектив гастролирующий по европейским странам Что можете об этом сказать? В прошлом году мы ездили в Словакию На празднование Дня Словацкого восстания Город Банская Быстрица 50 тысяч партизан словацких одновременно Вступили в бой с фашистами Это единственная страна в Европе Которая вместе с Россией 9 мая празднует этот праздник И мы выступали в Банской Быстрице На нашем концерте было порядка 2000 зрителей Потом был час перерыв И после нас вышел ансамбль из Америки Ансамбль военно-воздушных сил американских Зрителей было человек 10 у них Даже с этой точки зрения Они очень поддерживают Россию Очень поддерживают память Очень благодарны России Ну и Советскому Союзу Россия как правоприемник Советского Союза За то, что они освободили Словакию Тогда Чехословакия И принесли мир на ту землю И вообще на всю землю На всю землю Мы освободили весь мир Наши деды Освободили весь мир Конкретно в Словакии Начали ездить такие ребята На площадях, на ратушах Ставят такой информационный куб Куб, да В котором они рассказывают Как американцы освободили Словакию от фашистов Вот ездит этот куб Вот два человека Ездят, заставляют И вот как-то пытаются промыть Значит, мозг Там молодежи и так далее Ну и вот наш товарищ Там один Его зовут Иосиф Йозеф По-словацки, да Он подошел к этим ребятам Говорит, да, как интересно Вы, американцы, освободили Словакию, да Хорошо Один вопрос, говорит, вам задам Ребята, прежде чем вас побить Вот Сколько человек Положили в своей жизни Американских солдат За освобождение Словакии Ну, они так подумали Напряглись, говорит, 10 10 Хорошо Сейчас, говорит, будет 12 Вот Ну и ребята утекали Там это все пополомали Да Значит Только в Братиславе На Значит, на мемориале На советском Славин Более 7 тысяч Советских солдат Похоронено А вообще Насколько я помню Ну, более 50 тысяч полегло Для того, чтобы освободить Эту страну Поэтому Они это реально помнят Чтут Ну, это очень хорошо Когда Жители Которых освобождали Наши русские Войны Да и не только русские Это же многонациональный Был такой подъем Они помнят Кто их освобождал И чтут Память Этих людей И несмотря ни на что Что происходит сейчас Как ты говоришь С американской стороны И все прочее Я хотел задать такой вопрос В репертуаре коллектива Много песен Я знаю Именно такой Патриотической тематики Ну, понятно Там и казачьи есть И вот Бессмертный полк Тоже композиция Почему решили исполнить Вот именно Вот эту песню В этой песне Мне кажется Есть такая Суть Человека Который защищает Свою родину Да Он пошел ее защищать Он думает О своей семье Он думает О своих детях О своей жене О матери Вот О родине матери Вот И он готов отдать За все это Самое главное Что у него Весь это свою жизнь Вот Вот Как бы Об этом песня Да И То есть Ему Безразлично Что на него Летят там Там Снаряды В него стреляют Едут на него танки Он говорит Я все равно Я сяду на коня И поеду в бой Друзья Спасибо, что пришли В нашу студию Поделились своим творчеством Своими откровенными Историями И вместе с нашими Телезрителями И слушателями 3.2.радио Мы отмечаем 75-ю годовщину победы В Великой Отечественной войне Это Пающий батальон Когда мы были на войне Когда мы были на войне Там каждый думал о своей Любимой или о жене Там каждый думал о своей Любимой или о жене И я бы тоже думать и мог И я бы тоже думать и мог Когда на трубочку я летел На голову ее дымом Когда на трубочку я летел На голову ее дымом Как ты когда-то Как ты когда-то Что сердце девичье свое Другому другу я додала Что сердце девичье свое Другому другу она Но я не думал ни о чем Но я не думал ни о чем Я не думал ни о чем Я на трубочку курил С турецким утром к табачку Я на трубочку курил С турецким утром к табачку Я только верной будешь, что даю вечер, даю и пресечу нашу родную. Когда мы будем на войне, на встречу полям полечу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К 75-летию Великой Победы Поющий батальон Никто не забыт, ничто не забыто Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok